Я бы хотел предоставить слово нашим партнерам, Мороз, Викторовне, да, Светлана Валерьевна, прошу прощения. Она расскажет вам немножко, да, о том, из чего нынешнее сельское хозяйство, наверное, на 80% не будет ни по нам, ни успешным. Слава Валерьевна вам, слово. Я поверну тему вашего... Чуть только, пожалуйста, ближе к микрофону, не бойтесь. Актуальна тема агроконатоков, немножко другую область, но тоже не менее важная, актуальна, это область своевременного финансирования потребностей сельского хозяйства. Ведь особенно в этой отрасли, как говорится, дорога ложка комеды. Что касается нашего банка, это банк Кубанькредит, который уже осуществляет свою деятельность с 1993 года. И мы являемся региональным банком. Мы работаем на территории всего Краснодарского края, Ростовской области, Республики Адыгея. У нас очень широкая филиальная сеть. Это 67 дополнительных офисов, которые давно и успешно работают. На текущий момент мы уже второй год подряд признаны победителями номинации региональный банк в самой широкой филиальной сети. Но тут можно, у нас много наград, и ведь можно долго говорить, но хочу подчеркнуть то, что наш банк, это банк региональный. И сейчас как бы есть некоторые трудности в других больших, крупных банках. А так как мы являемся региональным, и мы можем быстро изменять свои кредитные продукты, реагировать на все изменения. То есть у нас в банке решение принимается тут, в городе Краснодара, реальными людьми, которые знают специфику региона, а не какими-то скоринговыми программами или кредитными фабриками, которые наводятся вообще в другом регионе. Я считаю, что это огромный плюс нашего банка, потому что это и индивидуальный подход, и оперативность принятия решения. Нашим банкам мы уже за много лет подтвердили себя. Что касается сельского хозяйства, здесь мы, я думаю, идем в ногу, и у нас широкая продуктовая линейка именно для сельхозтоваропроизводителей. Но здесь, если разделить, это и пополнение оборотных средств, как я знаю, да, это финансирование текущих потребностей предприятий, приобретение ГСМ, СССР, налоги, аренда и так далее. И инвестиционное финансирование – это более долгосрочные кредиты, которые направлены на увеличение основных фондов, приобретение техники, оборудования, как нового, вам это подчеркнуто, и бывшего вознапривления, но без срока. У нас нет ограничения по сроку года выпуска этой техники. Новинка этого сезона, про который вы хотели бы рассказать, это наш кредитный продукт, продукт урожай, который мы тоже запустили в конце прошлого года. Здесь мы даем краткосрочные кредиты предприятиям сельского хозяйства по двух направлениям. Это первое – на финансирование текущих потребностей, где будут погашения кредита осуществляться после сбора урожая. И второе направление, где кредит может быть получен после уборки урожая с целью его придержки, и что даст возможность реализовать урожай по более выгодным ценам. То есть кредиты даже для сельхозтоваропроизводителей на пополнение оборудованных средств у нас предоставляются на срок свыше года. То есть возможность передержки зерна обеспечивается нашим банком. Уникальная особенность продукта урожая – это то, что здесь мы предусмотрели сниженную процентную ставку. Наряду с тем, что сейчас идет постоянное удорожание, в том числе и для сельского хозяйства. Это все составляющие дорожают. А мы снижаем процентные ставки для сельхозтоваропроизводителей на 1% от базовой – это по продукту урожай. А для крестьянских фермерских хозяйств, которые являются членами ассоциации «Аккорд», то ставка снижается на 1,5% пункта. В принципе, в нынешних стоях это, я думаю, большой плюс. Плюс особенность всех наших продуктов – это отсутствие требований по страховке и оценки залога. То есть банк производит все самое без каких-либо дополнительных денежных удорожаний для клиентов. Что также, я думаю, очень важно в современной дороговизме. Второе направление и очень важный вопрос – это, конечно, собственная техника. Здесь у нас есть продукты. Жалко, что нет слайд-шоу сегодня. Продукты «Партнер Авто», где мы финансируем приобретение сельфо-стинфики, оборудование. По данным продуктам приобретаемая техника и оборудование может предоставляться в залог. Первоначальный взнос 20-30% может быть осуществлен как деньгами, так и дополнительным залоговым обеспечением. Что касается инвестиционного финансирования, востребованности строительства, реконструкции, модернизации, выкуп земель для сельскохозяйственного производства. Здесь кредиты мы даем как на 5 лет, ну, при поддержке наших партнеров, это МСП Банк, кредиты до 7 лет у нас предоставляются. По всем кредитам для сельского хозяйства у нас предусмотрены индивидуальные графики погашения. То есть с учетом специфики, времени реализации сельфо-продукции и, соответственно, индивидуальности проекта, который реализует наш заемщик. И мы готовы предоставлять отсрочку по погашению основного долга по нашим продуктам инвестиционным до 12 месяцев. Кроме того, кредиты, которые получают наши заемщики в банке, субсидируются за счет средств краевого и федерального бюджета. В этом, ну, мы также не стоим на месте. И в этом году мы заключили вот в марте соглашение с агентством кредитных гарантий, это город Москва, думаю, может быть, многие уже об этом слышали, которое дает возможность нам предоставлять кредиты недостаточно обеспеченно. То есть при сумме, допустим, кредита 10 миллионов рублей, вам достаточно залога на 5 миллионов рублей. Остальные 5 миллионов рублей будут обеспечиваться банковской гарантией агентства. Ну, она дополнительная, там, 1,25% годовых, но это также позволяет экономить на залоговом обеспечении и все-таки получать необходимое денежное финансирование. Вот. То есть основные принципы работы нашего банка – это оперативность принятия решений, индивидуальный подход к каждому клиенту и упрощенная схема получения и предоставления кредитов. Мы надеемся, что наши кредиты станут стимулом роста вашего бизнеса, потому что будем рады видеть вас на сбанке. Спасибо, Светлана Лареевина. Кстати говоря, вот, должен заметить тенденцию нынешнего года, на которую обращают внимание сиххозпроизводители, банки наши не самые крупные и не самые профильные, оказывают крестьянам большую поддержку и предлагают более доступные кредиты. Легче им взять. Вот этим важно воспользоваться. Николай, как вы тонко, не самые крупные, читая Сбербанки, не самые профили, не читая Руссельхозпроизводители. Ну да, на самом деле, эта тенденция отличается. Друзья, мы, к сожалению… А, вопрос есть, Светлана Лареевна? Нет, я думаю, в город можно подойти к более подробной процентной ставке, попросить немножко денег.